Приветище! Это таверна, грязный пупок, а в руках у меня легендарный шлем Альянса. Отсылка к World of Warcraft. Если кто не видел, в прошлой серии мы случайно забрели на алтарь, где и нашли этот шлем. Теперь это мой трофей. Куда же шлем поставлю я? Может, прям сюда для знати красоту на виду? Вот. Пускай посередине. В принципе, можно открываться. Знать покормить. Я сейчас еще распределю мои новонайденные предметы. Например, клетку, куда я могу повесить. Можно куда-нибудь ее повесить? Ха. Чтобы убрать в инвентарь. Да я не хочу убирать. А, она никуда не весится. Эта клетка. Стой, вот сюда реально повесить на крючочек? Нет. Тогда давай ты будешь знать развлекать. Будешь стоять вот тут вот. И будешь их веселить. О, а вот и знать пришла. Добрый день, мадам и месье. Да, 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 я к вам пришел. Рад вас видеть. Говорят, если зайти в таверню в Альбенграде и выпить три сауэра... А что такое сауэра? Я не знаю. Закройте рот, мадам. Мне не очень приятно. О, фейка. Спасибо, что разрядила обстановочку. Улетай. Так, значит, если выпить три сауэра, тебя пригласят на королевский ужин. Не уверен, что это правда. Ну, я тоже не уверен. Разливаем венцо. Одной, одной стаканзей вам хватит. А, подожди, почему он сыр у вас отобрал? Берите бокал. Хоп, как она протянула руку. Я, конечно, с них балдею. Они очень длиннорукие. И очень тянущиеся персонажи. Кстати, по поводу этой фотки. И того висящего чувака на дереве. Это была отсылка к Наруто. Аниме Наруто, написали мне в комментариях. А на фото сам Саске. Что еще я хотел? Зайти в комнату и посмотреть записка. Все равно эта записка осталась. И она блестит. Меня это не очень устраивает. Я хочу... Кстати, а может быть... Я хочу, чтобы эта записка больше не блестилась. Вообще, чтобы ее не было. Я же нашел гоблина. На кой черт мне эта записочка? Хочу, короче, вот сюда поставить портрет. Вот, ко всем. Так сказать, может быть, даже вот сюда. Пусть это будет, допустим, племяша мой. Так, фея, налип. Эля, всем, пожалуйста. А что там, кстати, для апгрейда? А, нам нужно обслуживать знать. Тогда в таком случае мы бежим покупать столы для знати. Дорогая мебель. Вот. На одну персону две штуки. И еще на две персоны одну штуку. Все, везите. Везите мебель. А вот и мебель прибыла. Спасибо. Пойду еще карту проверю. Хотел карточку глянуть. Так, ну, вопросительные знаки все равно тут висят. Кстати, вот этот вопросительный знак чуть выше кузни. А, ну там мы взяли шлем. Там алтарь альянса был. Пойду, опа. А ты кто? Что тебе? А-а-а, я хочу место у стойки. У стойки? Здесь нету стойки, если что. Но у нас есть стол на одну персону. Если вы хотите, если вы желаете, то вы можете, в принципе, усесться. Так, как бы вас посадить-то? Ну, давай вот так вот. Проходите, проходите. Знать им мы всегда рады. Раззалили вино. А, пока там фея исправляется, я буду обслуживать знать. Посмотрим, что там барышня заказала. Что вы хотите? Тоже вино. Нет проблем. И вам вино. Вам нравится шлем на столе, да? Прекрасное украшение. Представляете, что вас спасет рыцарь какой-нибудь. Когда-нибудь. Или это башка рыцаря. Так, фея, ну что вы тут? Оп. Тут у нас проблемки небольшие. Уберемся. Давайте, феи, работайте быстрее. А то не получите своей еды. Надо суп сварить, точно. А что для супа нужно? Все ингредиенты есть. Просто разжечь дрова. Не проблема. Сейчас сделаем. Феи, срочно готовить. Срочно. Корм. А, корм закон? А, нет. Корм еще есть. Давай, 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 давай. На кухню готовить нужно. Прямо как-нибудь. О, летит все. Готовит. Ништяк. Суп будет скоро. Пойду в лес. И посмотрю. Так. У меня еще тут элитные посетители. Слава богу. У меня есть еще мебель на одну персону. Посадим ее. Куда мы ее посадим? Давай к окну. Нет, к окну не буду сажать. Давай мы сделаем вот что. Вот так вот усадим здесь. Типа друг напротив друга, но они будут закрыты ширмой. И, конечно же, столик на двоих рядом с гоблином. Прямо, чтобы они в гоблина смотрели. Вот. Как бы не очень вышло, но ничего страшного. Гоблин будет разряжать обстановку прямо на столе. Прикрывая свои пристойности. И непристойности. Значит, здесь столик надо прибрать. Здесь тоже. Знать неплохо, меня обогащает, но... Что вы хотите? Два бокала вина. Сейчас вам там гоблин нальет два бокала вина. Реально, надо гоблина в рабство взять и пускай разливает тут. Была бы хорошая идея. Держите. Так, интересно, кто зачем потянет. Короче, смотри, они крест-накрест берут всю еду и все напитки. Так, чувак разозлился и ушел. Ему что-то не принесли. Ну, прости, чувак. Все, я закрываюсь. Я, кстати, вообще за водой еще шел. Еще и туалет надо почистить. Таверна, походу, приходит в убыток, когда я начинаю путешествовать. Ну, то есть выходить из таверны, где-то бродить и заниматься своими делами. Стул надо поднять. Поставим. Все хорошо. Ну и я пошел закрываться, короче, и к елке. Продолжим поиски сокровища под елкой. Блин, ну королевство-то вот оно. А елки здесь только. Вон, кстати, на той стороне тоже елки есть. Елки-палки. Тут у нас ничего. Вот тут елка какая-то прям совсем дрищавая. Опа! Что-то там есть. Что-то там есть. Но это не елка. Это дом Шрека! Серьезно? Опасный Огр. Не входить. Но я попробую туда пройти. Эй, Шрек, выходи! Милое местечко. Блин, жалко... А, можно рыбу отсюда старить. Ничего себе! Чтобы убрать войны. Конечно, уберем в инвентарь. Мы у Шрека стрелили рыбу. Которая висела у него на двери. Тут, в принципе, больше ничего интересного. Ладно, пойдем в другую сторону. По елочкам пробежим. Милая местечко. Конечно, милая. Всегда приятно побывать в сказке у своего любимого персонажа. О, какая елка шикарная! Погоди! О! Дуб с мечом! Сейчас пойду посмотрю. Можно его вытащить? Это же... Это же меч! Ты понимаешь, чей это меч? Это же меч мастера Линка! Меч героя отправляется в инвентарь. Это же Зельда! Хо-хо-хо! Кто бы мог подумать, что здесь будет отсылка к Зельде. Думаю, что Гоблина мы немножечко переставим. Так же, как и вот эти столы. Решил все-таки прям к окну забацать столик. Вот. И тут у нас будет стоять жулик! Жалко, присесть нельзя. Позыркать нормально этого Гоблина. Только если его так приподнять. Было бы прикольно, если бы я его здесь где-то подвесил. Но, увы, такой функции нет. Поэтому будет на столе стоять. Посередине. Развлекать гостей. О, а знать-то у нас грязнулька, оказывается. Еще вот эти столы надо перестать. Мне тут не очень нравится. Винишков ты хочешь, да? Нет проблем. Для вас все, что угодно, за ваши бабки. Хо-хо-хо! И, в принципе, это мой девиз по жизни. За ваши бабки все, что угодно. Но в разумных целях и планах. Так что не перебарщивайте. Колбасочку вам обязательно. Кто-нибудь уже колбаску... А, все, уже принесли колбаску. Мои фейки. Как я обожаю своих пей. Что у вас по еде? Проверим. По еде все ок. Ну что? На сегодня нам нужно срочно выполнить задание. Продать сыра и продать вина. Что у нас по сыру? По сыру ок. По вину тоже, в принципе, ок. Можно разливать. И ждем знать. Ох ты, елки. Ко мне тут вонючки зашли. Но благо вроде не сильно намусорили. Только наследили. Что ж. Пускай выпивают. Хотя нет. Не пускай они будут отпугивать моих клиентов. Я прошу вас уйти. Несмотря на то, что они тут едят. Я пошутил, ладно. Пускай едят. Вдруг не заплатят. Мне все-таки нужны деньги сейчас. Чтобы знать, кормить крутейшим сыром и крутейшим пойлом. Отсюда все... Блин, ну, вонючки, а. Наследили мне тут. Ладно, не страшно. Главное, что тухлые рыбы тут не оставили. И помятых помидор. Там еще след, вон, под стулом. Вы уже уходите? Рад вас... О, там новые персоны ждут. Надо убирать стол. Надо... Да елки-палки, шлем этот. Выбираем столики, быстренько. Вот. Тут что-то еще есть? О, вино пролили. Протираем. Такую простынь замарали мне. Ох уж эти знатеры. Добро пожаловать. Зацените кашку. Кашку из... Кашку. Из горшка кашку зацените. Каска Альянса зацените. Так, а что это у вас за прикольный шарф? А, это не шарф. Это... Это... Рубашки у вас такие прикольные, да? Что... Вам нужен сир и виничка. И в принципе по... По... Ай, надо сбагрить срочно. Что такое, дружок? У меня дело не в проворот. Сейчас принесу. Подожди. Да, он умирает от жажды. Конечно. Ты поднимаешь мне репутацию, и я тащу тебе воду. Сейчас все будет. Все будет. А что, воду опять? Опять? Я только что приносил. Как быстро вода кончается у нас. Мне нужен водопровод. Так, держи вот бутылку с водой. Все. Всех благ, хорошего дня. Я тоже тебе поклонюсь. Знать там все. Минус 10 кто-то наблевал в таверне. Да елки-палки, не успел отвернуться. Уже кто-то блюет тут. Мешочек деньжат на полу валяется. Что это оно тут валяется? Ох, елки-палки. Сколько всего-то вам нужно принести-то? Надо, кстати, элли заказать. У меня элли нет. Бегу за эллем. Заказ на 930 монет. Вот это списочек. Везите. Сейчас телега приедет просто перегруженная, наверное. Что я хотел? А, суп. Суп. Там все хотят суп. Вот это... Вот это все. Подносы забиты. Просто до нельзя. Держите мясо. Суп. Ой, ножик. Ножик. Чуть не упер ножик. Надо его переставить. Они мешаются. Ножики тут. Это вам. Это вам. Как синхронно фея вместе со мной притащила. Конягула прибыл. Сколько всего? Да брышечка. Опа. У меня тут полки забиваются. Надо склад, походу, расширять. Обязательно это сделаем чуть позже. Так, я же хотел элли разлететь. Элли там все хотят. Ждут. Мне срочно нужен разливай. Кого бы посадить на это место? Фейки не хотят этим заниматься. Надеюсь, что в будущем кто-то даст согласиться. Но пока я все делаю своими ручками. Ну вот, наговорил и пролил. Пойду выливать плохо налитый эль. Звучит, конечно, абсурдно, как можно плохо налить эль. Ой, это был не тот эль. И это не тот. А да ладно, денег-то у меня много, че. Просто впустую выливаю хороший эль. Наконец-то вылился плохой. Знать, и осталось принести последнее вино. И я смогу проапгрейдиться. Походу, зря я сейчас потратил огромную кучу денег. Мне бы она пригодилась для апгрейда. Держите. Все, задание выполнено. Осталось только сыр притащить. No problem. Вот сыр для вашей бары. А, нет, это для мессия. Там гоблин уже с ума сходит. Клетку раскачивает. Видимо, душнилы какие-то присели. Держите. Гоблин, это детектор душнил. Сразу показывает, кто тут зануда. И думал, я расслабиться, а мне тут прилетает новая задача. Подать эль на 30 стаканов. И подайте колбасу на 30 палок. Я-то думал, сейчас апгрейд сделаю. Конечно, разбежался я. Ничего я не сделаю. Так, пока надо закрываться вообще на самом-то деле. Время уже позднее. Мы сегодня до 8, до 19.30 вернее. Мне еще нужно заняться своими таверскими делами. Например, меч Линка повесить. Красиво. Так, куда-нибудь вот сюда его надо повесить. Вот это вот убрать. Безобразие. Подкова. Кто подкову вообще сюда повесил? Что за идиот? Здесь должен висеть меч легендарного мастера. Неподходящее место для меча. Да елки. А сюда тоже неподходящее. А сюда? А сюда подходящее? Ну ладно, тогда пусть ктюду. А подкову вернем тогда. Мне кажется, там подходящее место. Здесь вот это вот уберем. И поставим рыбу Шрека. Рыбу Шрека. Во! Не очень, конечно, красиво. Мы сейчас вот что сделаем. Это убираем. Подкову перемещаем к центру. Вот так. А картина будет у нас тогда снизу висеть. И все здесь умещается грамотно. Блин, ну меч, он будет освещать теперь мою таверну ночью. Класс. Что еще у нас тут есть? Мебель. Мебель, которую я хочу поставить, наверное, вот сюда. Все-таки она нормально встанет. Почти у входа. Можно тут проходить. Нормус. Нормус. Ну вот, допрыгались. У меня тут два аутишника. В аут ушли. Ну пойдемте охлаждаться. Жаль, я вас тут... А, в речку, кстати, можно потом... Пойдем. Пойдем, реально. Вот мужика не жалко. Пойдем. Сейчас искупнемся в речке. Я давно хотел кого-нибудь. Грязный туалет мне там пишут. Ничего страшного. Может, тебя в альянс посвятить? На пьедестал там для жертвоприношения положить. Сейчас пойду, спрошу у барышни, нужен им вояка. Солдат, на фронт возьмете? Нужен, нет? Что-то она воротит нос. На пьедесталового, как жертвоприношение. Колите, как козла. Да ладно, шучу. Я не такой. Я гуманный. Сейчас просто в речку скину в бессознанке. Может, Шреку занести в его болото? Давай в болоте его изваляем. Чтоб пахнул, как подобающе. Опа. Ну ладно, я все, повалялся у Шрека на болоте. Пойдем теперь на речку. Искупнешься, очистишься. Оп. Опа. Блин, он не долетел. Тут стенка невидимая. Ну за что? Ладно, пойдем тогда на болото. Не дает мне их утопить. Опа. Все, валяйся здесь. Вот, поближе давай, прямо. Прямо вот сюда. Какая здесь ракушка. Хотя это больше на русалочей. А, нет, это дерево. Вот так на хвост русалочей похоже. Опа-на. Пришел я такой. Что-то вылупился. Это для феи, это мое. Негодяй. Получай по носу. Что ты встал, что ты вылупился. Вот так вот тебе вовремя домой вернулся. А я переживаю больше, на самом деле, за месть, чем за свои продукты. Главное, чтобы он унесен. Прямо на проходе его повесил, конечно, дубина я. Но ничего страшного. В целом, вроде бы, все на месте. Все хорошо. Бегу смотреть карту. Карту с кладом. Еще раз хочу глянуть. Написано, что здесь стоит осмотреться. Вот это вот камни, видимо, да? Вот эти вот три точечки. Это камни посередине елка. Где могут быть камни? Давай ориентироваться на камни. Ты видишь где-нибудь камни? Здесь нет камней-то. А, погоди. Вот камень. Вот, вот, вот. Вот камень. Вон там камень вижу. Тут камень. Там камень. Вот камень. Что, под этим дубом, что ли? Это на елку не похоже. Дуб Дубовский. Угу. Рыбехи так их глазякают на меня. Змей Горыныч там, что ли? Так, погоди. Ну вот, раз, два, камень. И они вроде бы как по периметру, да? И вот еще камень. А, ну тут четыре камня вообще лежит. Что-то не могу я разобраться с картой этой. Спрятали, конечно, надежно. Карта неинформативна. Я не могу в ней разобраться. Хм. Еще раз взгляну. Ну, мы по правой стороне от замка. И почему нарисована елка? Здесь нет елок. Вообще ни одной елки. Попробую, конечно, повыше взобраться. Прям уже совсем к замку. Тут вот есть еще дерево какое-то. Но, увы, в нем тоже ничего. В общем, черт его знает. Что за клад, где он спрятан. Я пока... Ух ты. Я пока что... Прикольно. Я внутри дерева. Пока что я забываю про этот клад. Может, чуть позже с ним разберемся. В прошлый раз в комментариях мне ничего про него не написали. Либо я пропустил комментарий, не заметил его. В общем, если ты в курсе, то напиши обязательно, что это за клад. И существует ли он, или это просто тролль записка какая-то. Если ты в курсе, то напиши. Если не в курсе, то не пиши. Пойду посмотрю, что я тут могу сделать. Улучшение. Так, наверное, седьмого уровня. Я могу винную бочку прокачать. Фею помощницу дополнительно. Конечно, конечно. Покупаем еще одну фею помощницу. Улучшение рабочего места. Полки для сыра. Покупаем. Пусть будет. Винная бочка. Так, улучшает рабочее место. И больше посуд, конечно, покупаем. Все. Седьмой уровень у нас прокачан. Осталось совсем чуть-чуть. Восьмой уровень, девятый, десятый. И наш, наверное, будет максимально прокачан. Так, хочу посмотреть про фею. Вот у нас домик каска появился дополнительный. Что у нас фея? Бездельничает она. Надо бы ее как-то чем-то озадачить. Пойдет в повара, посудомойка. В официантки пускай идет. Значит, у нас две феи-официантки. Одна повар, другая посудомойка. Блин, почему нет феи, которой разливайка? Чтоб она разливала эль. Совсем забыл про знать ее. Тут никто не обслуживает. Бедняшечки. Хотя вон кто-то сыр кушает. Вот у меня теперь две официантки появилось. Одна, надеюсь, будет знать обслуживать. Другая там. О, бабочки. Хороший знак. Предвестник весны. Походу, мне сулит бабло скоро. В огромном количестве. Ну что ж, на сегодня, я думаю, нам достаточно приключений. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть больше, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Это был Грязный Попок. До встречи. Продолжение следует...